Привет, Роктусы! Сегодня мы находимся в месте, называемое Массолет, такое немного андеграундное место. Сегодня выступала Рада Интерновник и в том числе группа Кооператив Ништяк. Вот сейчас мы немного пообщаемся с музыкантами и непосредственно с Кириллом Юрьевичем, лидером этой группы. Здравствуйте, вся группа. Лидером. Лидером. Кирилл Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот начнем с вас, вы как лидер. Как так получилось, что вы из глубины, скажем так, Сибири, из самой сердцевины России, и неожиданно так проявились у вас такие тексты алхимического содержания. С чем это было связано, что повлияло? Во-первых, Сибирь это не глубина как такова, во-вторых, Сибирь что такое Сибирь? Это, ну, дальше Сибирь это вечный лед, правильно? Вечный лед. Что значит вечный лед, мы все понимаем. А в ответ, мне кажется, полон. Или нет еще? Ну, тут такое больше глубоко философское, конечно. Ладно, хорошо, давайте начнем по порядку. Как вас зовут и как вы вообще попали в эту группу? Меня зовут Каран, и меня привел ударник Михаил, с которым мы вместе учились в одной школе. Вас как зовут? Меня зовут Егор, и меня привел гитарист Карен, с которым мы вместе играли в группе Mass Madness. Бригадный подряд, получается, какой-то. Бригадный бригад. Да, меня зовут Василий, меня никто не приводил в группу, группа пришла ко мне. Надеюсь, не домой еще пока. Домой. Привет, меня зовут Михаил, я пришел сам. Михаил, вы вот как организатор данного мероприятия, вот я знаю, что вот, например, вот недавно выступали с группой Майдана Квалц. Вот скажите, пожалуйста, как вот вас раздирают на части, вот с кем вы еще, быть может, работаете, кого вы, может быть, привозите в Россию, вот я знаю некоторые группы. Да, ну, скажем как, я очень слушаю разностороннюю музыку, и, соответственно, мне интересно выступать с разными проектами, разными по стилистике, я имею в виду. Соответственно, как бы даже был такой период, когда я играл в группе J-Division, то есть это вообще регги, как бы, ну, абсолютно, скажем так, не дарк сцен. И, как бы, то есть, ну, я занимаюсь той музыкой, которая мне интересна. Я очень люблю экспериментальную электронную музыку, типа Intelligent Dance Music, Glitch, Click and Cuts, и, соответственно, вот, как бы, стараюсь делать интересные события в этом стиле. Стараюсь делать интересные события около индустриальных стилях, но это больше, как бы, фан для меня. То есть, мне нравится проводить время на концерте, который я организовал. Спасибо. Продолжим. Кирилл Юрьевич, прошу прощения, я отвлекаю вас от прекрасной дамы. А скажите, пожалуйста, вот, вообще говорят, что вы считаетесь одной из самых продуктивных групп в России, потому что на вашем счету, ну, порядка 60 альбомов. Их, на самом деле, намного больше. Когда я был юный, я записывал где-то, каждый месяц по альбому, так, шпарил и шпарил. Вот, сейчас есть над чем работать. Ну, а секрет-то, в чем эта продуктивность? Вот вы как поэт, как создатель текстов. Есть такая вещь, что если что-то хочется делать, то это вот и делаешь. Понимаешь, это не шоу-бизнес. Вот, то бишь, я не работаю за деньги изначально. Хотя бы денег хотелось, чем больше, чем всяких разных, причем там, американских, китайских даже. Таньга бы тоже ништяк, бы не помешало. Да, эти деньги. Да, вот. Сейчас намного сложнее стало, потому что музыка стала намного... Ну, вернее, как вот сказать. Лично я научился работать со звуком. Вот, для этого звука нужно дохеречь от всякого дерьма. И потом, когда мы выступаем, я просто не имею морального права не платить музыкантам деньги, потому что, ну, че такое. С 94-го года, ровно с 94-го, за музыку стали платить деньги. До этого все было на халяву за идею, вот. Сейчас осталась идея. И, понимаете, вот, вот меня окружают музыканты, которые работают за идею. И мне перед ними просто стыдно, потому что вот после концерта, вот, ну, виденье, сами там, пришло, там, 20 человек. Вот это че такое? Вот это че такое? А что вот, как вас подвигло вообще в Москву-то перебраться? Потому что, ну, нормально. Когда я был маленьким, значит, пытался что-то играть. У меня было, у меня много знакомых музыкантов были, они лабухи такие в кабаке играли. Они все закончили училище искусств, вот, училище, там, на, вот этих, на билетах, как их называют, студенческие, там реально было училище. Это был трэш полный. Ну, и вот, все музыканты потом шли в кабак и говорили, слушай, чувак, если хочешь быть музыкантом, там, проси капусту, там, ништяк будет. Вот. А вот несколько песен у вас есть такого, скажем, о шансонье, да, как бы, это было с чем связано? То есть это как... Дело в том, что как, мы же все русские люди, у нас блатняк в душе, вот. У нас в душе блатняк, потому что, понимаешь, вот, допустим, сыграть арт-рок, сыграть блюз тяжело. Ну да, мы не негры, потому что мы не негры. А блатняк сыграть вот так, пым-пым, и все, и ништяк пойдет все. То есть, когда не сидел, тот не русский, да? Ну, нет, а в России-то как, у каждого есть предок, кто сидел, так или иначе. Это пошло в гены, то бишь, нет, дело в том, что как, это несколько... Другой разговор, то бишь, мы уйдем в такие дебри, в которые нафиг, нафиг, нафиг уходить. Нет, блатняк мы с удовольствием сыграем. Но с другими текстами. Потому что есть такая вещь, как цинизм. То бишь, я всегда с удовольствием сыграю блатняк, но с такими текстами, что людей заштормит просто от всего происходящего. У вас сейчас вот готовится новый альбом. Будет ли он сильно отличаться от предыдущих? В каком ключе можете ли вы, скажем так, приподнять завесу? Я могу задать такой контрольный вопрос, а альбомы же отличаются чем-то, да? Да, они сильно друг от друга на самом деле отличаются. Есть такая вещь, что мы несколько пришли в упадок для того, чтобы нам записать тяжелый альбом. А мы сейчас играем очень тяжелый музыка, на самом деле. Вам нужно место, нам нужно студия. Вот, в принципе. И мы в течение, допустим, месяца, мы можем исполнять очень тяжелый альбом, который очень тяжелый. Ну, бишь, аналогов в России точно не будет. Вот, а для того альбома, который готовится, он записывается в два года, он будет очень, в принципе, легкий, такая кислотная музыка, да, вот, с 70-х годов, он... Эйсинтром. Да, неведомо, когда он может появиться. Ну, вы понимаете, да, все ушло в интернет, в принципе. А как вот это относится? У меня нет бабла, чтобы его записывать. У меня нет бабла на то, чтобы, допустим, извиняюсь за выражение, купить себе домой бутылку пива, вот так вот. Это, так, удел рок-музыканта. Я 15 лет являюсь рок-музыкантом, так профессиональным, все. Я дошел уже до ручки. А как вы относитесь к тому, что вот ваши песни берут и нахально выливают в интернет? Это похоже на свастику, видите? Я к этому... Это там свастик до херича. Я к этому отношусь очень положительно, потому что, если это было 30 лет назад, и когда я просто взял ручки, ну, пораньше взял, когда все это начиналось, я вообще не знаю, как это получилось. Я не понимаю этого пафоса вокруг кооператива. Вы понимаете, какая вещь? Мы просто люди, которые собрались и херачим музыку, которые нам нравятся. Как это куда-то выходит дальше, сие, мне непонятно. Это тайна с семи печатями. Я никогда не занимался тем, как, допустим, Летов, который возил свои пленки в каждый город, там, говорит, послушайте, это как-то само все так вот получилось. Ну, вот так вот. В результате из 500 человек, которые хотели прийти, пришло, допустим, 15, да, в киштяк? То есть для вас количество не важно, а важно качество, да, слушающих? Как вас звать? Станислав. Станислав. Вот знаете, вот когда вы возьмете в руки гитару с примочкой, выйдите на сцену, как влупите ми минор, вам нахрен не нужны будут зрители, если один человек будет в зале, это уже будет кайф. Вы почувствуете такую энергетику, такой кайф, что просто больше ничего не нужно будет. Вот. Мы все занимаемся только ради этого. Ради этого кайфа. Это можно назвать наркоманией, в принципе. Но наркомания – это очень высокого порядка, потому что музыка – это наркотик чудовищный, потому что это вибрации. Это, ну, это несравнимо с чем. Ну, и в завершении, как бы, перестану вас мучить дурными вопросами. Быть может, какие-то пожелания либо молодым музыкантам, либо тем, кто нас увидит? Это, вот давайте, только не у меня, вот спросите у девушки. Девушка, пожалуйста, будьте добры, я не знаю, как вас зовут, кстати. Наташа. Наталья, будьте добры, для наших подписчиков от кооператива «Ништяк» передайте что-нибудь, какие-нибудь пламенные пожелания. Боже мой, слушайте песни, и остальное придет к вам само. Спасибо большое. А какой боже? Какой из них? Спасибо большое. Да не за что, это вам. Спасибо. 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 Спасибо.